Считаете ли вы, что эту войну можно остановить дипломатически, и поддержите ли вы притязание России на восточную часть Украины, то есть если эта война прекратится, и Россия будет притягивать на восточную часть территории Украины? Что касается восточной части, просто можно решить. Сегодня уже и не Россия, и не Украина будут решать, а те люди, которые там живут. Я очень сомневаюсь, что они захотят вернуться в Украину. Они очень боятся, понимая, что с ними будет, как с ними разберутся. Поэтому восток Украины, Донбасс, Луганск, можно только силой впихнуть в состав Украины сейчас. У Пущина было, я вам говорил, с 2015 года, у Пущин был момент. Поэтому здесь нужен более длительный период, период, в котором надо будет заинтересовать этих людей жить в Украине. Там сегодня независимое государство, они объявили себя. Проводи любой референдум, люди подтвердят свою независимость. Луганская и Донецкая республика. С этим надо пока согласиться. Надо согласиться. Не надо их впихивать в состав сейчас Украины. Это бесперспективно. Это будет только способствовать не прекращению этого конфликта, а нагнетанию, эскалации. Что касается дипломатии. Мы с Путиным позавчера обсуждали эту тему, но он мне подробно рассказал о предложениях, которые переданы Украине, украинскому руководству. Ответа нет. Ну, как он мне сказал? Ответа нет. Так как украинское руководство хочет прекратить войну дипломатическим путем? Может, руководство Украины и хочет. Оно не может. Не может по одной причине. Потому что сегодня не Зеленский управляет Украиной. Пусть он на меня не обижается. Это моя точка зрения. Может, я ошибаюсь. Вы там управляете. И если только вы скажете, Джо Байден скажет, все, мужики повоевали. По-русски говоря, морду друг другу набили. Давайте прекращайте. Война никому не нужна. Она невыгодна. В течение недели все прократится. И вы переживаете за Луганск, Донецк. И это будут первые шаги для того, чтобы там провести восстановление. И сделать первые шаги для определения людям, где они будут жить. Россия, Луганский, Донецк – это огромная нагрузка. У России территории и так хватает. Но Россия не может себе позволить, чтобы у нее под боком, как у нас говорят, дубасили, обижали, унижали русского человека. И если бы где-то, я знаю политику США, ее в этом плане поддерживаю, если только вашего гражданина США, американца, где-то обидят, вы бросаете всю мощь государства, чтобы его защитить. Почему вы лишаете этого права Россию?